Наши активисты, отвечая на комментарии, вы тоже можете стать активистом Вейклы Итак, сегодня глава Корах и мы находимся в интереснейшем этапе Когда против Машера Бейну и Ааронова стали Корах и Датана Веран и 250 человек Они сгорели, кого-то земля проглотила, кто-то сгорел от небесного огня И после этого народ Израиля окружил Машера Бейну и хотели что-то, видно, ему навредить Но Всевышний опустил облако, он защитил Машера Иарона И после этого, давайте мы почитаем, что сделал Машера Бейну Значит, после этого Машера Бейну, сегодня мы узнаем, очень, прямо, как боевик такой, знаете Лявдель, как боевик Значит, сегодня у нас пятый день, пятый день недели И сказал Бог Моше А, было еще, что после этого, как народ напал на Машера Бейну и Аарона, началась эпидемия Машера Бейну, вместо того, чтобы сказать, правильно Всевышний делает Значит, пусть будет эпидемия Он сказал все точно наоборот Машера Бейну сказал, что Аарон быстрее введи с воскурениями В общем, остановили они эпидемию Остановилась эпидемия И сказал Бог Моше Скажи сынам Израиля, Бнейсраэль Чтобы взяли они каждый посох Каждая колена взяла посох И все 12 посохов будет И на каждом посохе будет написано имя главы колена Значит, мы знаем, что было 12 колен на народе Израиля 12 колен И вот здесь очень-очень интересная такая вещь Всего было 12 колен Это понятно, да Есть 12 месяцев, 12 знаков зодиака Но тут есть интересная такая вещь Что лунный месяц, он 29 с половиной дней там и части дня Получается, что лунный месяц и солнечный месяц Солнечный месяц 30 дней, иногда 31 день Там иногда 28 дней, почему-то в феврале Непонятно, почему в феврале 28 Но в итоге по еврейскому календарю Лунные месяцы и солнечные Они через какое-то время должны обязательно совпадать Почему они должны обязательно совпадать? Потому что в Торе сказано, что исход из Едипта был весной И Песок всегда должен быть весной И получается, что раз в среднем в 4 года Добавляется 13 месяц Добавляется 13 месяц Есть 2 месяца Адар Раз где-то в среднем в 4 года А что с коленами? Какая связь с коленами? Прям такая же связь, очень интересная Было 12 колен У Якова было 12 сыновей И значит, когда Яков перед смертью благословлял сыновей Он сказал такую вещь Он сказал Юсефу Своему сыну от жены Рахели Это та жена, на которой он изначально хотел жениться Только на ней Но Всевышний рассудил по-другому И там были все вот эти обстоятельства Что он женился на Лее Потом не было детей Дала Рахель свою служанку От служанки пошли дети Дала Лее свою служанку От служанки пошли дети И в итоге было у Якова 4 жены И от них 12 сыновей Но Юсеф, это был старший сын от той жены На которой он изначально хотел жениться У него намерение было жениться только на Рахеле Теперь перед смертью Яков Он зовет Юсефа и говорит Твои сыновья, Ефраем и Минаше Они для меня как мои сыновья И они будут теперь коленами И он берет и Юсефу дает двойную долю наследства И он говорит, что твои сыновья, Ефраем и Минаше Они как мои сыновья, ровно То есть теперь получается, что должно быть 13 То есть было 12 Теперь из Юсефа он взял Ефраем и Минаше И их поднял Сказал, что они как мои сыновья Значит стало 13 Но потом он сказал, что колено Леви Оно священники Значит колено Леви не получают удел в земле Израиля Значит опять получается 12 наделов Земля Израиля делится на 12 колен И колено Леви священники, которые служат в храме И земельного надела не имеют То есть все время идет вот эта вот разница 12 или 13 Тоже вы видите, похоже с месяцами В общем здесь 12 Когда сказал Мушарабейну Возьмите 12 колен И так как мы знаем, что было колено Леви Тоже дало свой посох в лице Аарона Значит колено Леви Аарон был председатель колена Леви И он свой посох дал Значит получается, что Далее Вот тут мне нужно посмотреть глубже комментарии Потому что если всего было 12 посохов И один из них Леви Значит от колена Юсефа должен был быть один посох Значит мы должны это узнать, уточнить Я думаю, что наверняка не только у меня возник этот вопрос Значит, но я комментарии после урока посмотрю Мне очень интересно Напишите свои имена на этих посохах Главы колен И значит И положим мы их в шатер откровения Там, где пребывает божественное присутствие И тот посох, который Сейчас Который рассветет Уберет с меня все ваши жалобы Которые вы на меня жалуетесь Что я что-то делаю от себя Машер Абейну просит их еще Он говорит Всевышнему Дай еще какой-то знак Ну дай знак, чтобы они уже поняли Дай какое-то четкое свидетельство Чтобы они уже поняли Что я ничего от себя не говорю Интересно, что Десять казней, которые были в Египте Это было по слову Машер Абейну И многие думали Египтяне думали Что Машер Абейну маг Что он маг Волшебник, колдун Который именно не бог А он делает все эти казни Потом, когда море расступилось Опять же Машер Абейну молился Море расступилось Все думали, что Машер Абейну Есть у него какая-то магическая сила И когда А он был просто передатчик от Всевышнего Он пророк И все время Те, кто восставали на Моисея На Машер Абейну Они всегда говорили Что ты что-то от себя говоришь Что это Это ты хочешь властвовать над нами Вот Корок как сказал Или Датана Аверан Ты хочешь властвовать над нами И Машер Абейну говорит Да ничего я не хочу властвовать Я Вот Меня нет Когда они Один из десяти случаев Когда они восставали Против Против Бога Но они Жаловались-то на Машер Абейну Машер говорит Вы нахнума Он говорит Нас нету Чего вы жалуетесь на меня Меня вообще нету Все Всевышний делает И вот здесь тоже он говорит Что хватит на меня жаловаться Он говорит Хватит Значит И Он говорит Что тот посох Который рассветет Чтобы снять с меня Жалобы сынов Израиля Которые они жалуются Которые они жалуются И сказал Машер сынам Израиля Значит Пусть все Князья Все главы колен Дадут свои посохи И значит Получается Двенадцать будет посохов И Арон среди них То есть Их все эти посохи вместе Как бы сложили в одну вязанку Посох Аарона Где-то посередине То есть На них просто были надписи Имена Но они были одинаковые И положил Машер Все посохи перед Богом В шатре откровения И было на завтра Пришел Машер В шатер откровения И вот Рассвел посох Аарона Который был от колена леви И вышли из него цветы И сразу же на цветах Появились завязи Да Почти И Значит Из этих почек Из этих цветов Появились штидим Миндальные Миндальные Миндаль появился Да Орехи миндаля И вышел Машер Со всеми этими посохами Перед Богом И перед сынами Израиля И увидели Они И взял каждый Свой посох Все Сегодняшний отрывок Заканчивается Завтра мы узнаем Что было дальше Очень интересно Значит Еще раз Давайте разберемся Что это нам дает Я сейчас вспоминаю Одну историю Когда-то Был такой Раби Истроль Салантер Велите-велите мудрец Один из мудрецов И вот он Он ездил Путешествовал И всех он Возвращал К Всевышнему На то время Евреи уже начали Отходить от веры в Бога Благодаря Такое было Движение Просвещения Оскала Они считали Что вот уже Изобрели паровой двигатель Вот уже Значит Изобрели электричество И зачем нам нужен Бог Уже Мы на пору Да на электричестве Разберемся сами То есть Была такая Технологическая революция И были многие Которые Как Которые Строили Вавилонскую башню Они думали Вот мы построим Башню до неба И так же Люди Вот каждый раз Когда появляется Какая-то новая Технология Они вдруг Думают Что они Прямо Все Самые крутые В этой вселенной И уже Круче их нет И вот Началось Это движение Просвещение Устарелые И значит Говорит Кажет Мы читаем Доказать Технология К знанию Он исследователь Он исследователь Он исследует Он Пытается Сопоставить Разные варианты Разные мнения То есть У него есть Его намерение Узнать У другого человека В споре Может быть Доказать Может быть Намерение Доказать Что вторая сторона Не права Есть люди Которые любят Спорить Они просто Вот они В любой ситуации Они могут В нее зайти И мало этого Ведь В любом споре Вторая сторона Ее можно Просто свалить Одним вопросом Откуда ты знаешь И когда он скажет Откуда он знает Источник своего знания Вы ему задаете Второй вопрос А он Откуда знает Все На этом вопросе Любая позиция Рушится Как карточный домик Как замок из песка Вот ты спроси Откуда ты знаешь Вот я знаю Откуда Ну Я слышал там-то Да Если человек честно Он же должен сказать Откуда он знает Откуда он узнал Теперь Как только Вы нашли Вот эту ниточку Откуда он узнал Задайте второй вопрос А тот Откуда узнал И вот тут Никто не знает Кроме Торы Тора мы знаем Моше Тибель Турами Синай Моше получил Тору На горе Синай И передал Еушуа Еушуа передал С Кыним Старейшинам Старейшины пророкам Вы Невим Передали людям Большого Великого Собрания И они сказали Три вещи Значит Будьте медлительны В суде Не принимайте Быстрые решения Веомиду Сделайте много учеников Веосусе Ягле Тура Установите Аграду Для закона Мы знаем От Синай До наших дней Из книг Равмоши Пантелят Как из поколения В поколение Прямо Вот тут Были Что он сотворил Все Он творец Мироздания Он был Всегда И будет Всегда У него нет Ни начала Ни конца Он творец И он сотворил Все А мы откуда знаем От Маше А Маше Откуда От Всевышнего Всевышнему передал Дальше мы знаем Как пошла цепочка И вот тут Как раз Вот этот был Момент Который мы сейчас изучили Что они На Маше Они говорят А вдруг А вдруг Ты что-то от себя добавил Он говорит Да вот смотрите Вот доказательство Если Если я что-то От себя добавил То пускай Значит Они Или не погибнут Эти которые на меня Восстают Корах И которые с ним Или они погибнут Обычной смертью Но если произойдет Сейчас что-то Ну нереальное То чего никогда не было Никогда больше не будет Это знак от Всевышнего Что не я это придумал Что это все от него Бах Земля расступилась Рот открылся Прямо написано в Торе Открылся рот земли И проглотил короха Со всем его имуществом Было такое когда-то Чтобы именно Как рот открылась И закрылась Такого не было Дальше С неба спускается огонь 250 человек стоят С совочками С совочки падают 250 человек Нету их Было когда-нибудь Такое Не было Народ собирается А вы Опять на Маше Это ты сделал Он опять С этим посохом То что мы сейчас Прочитали Посох расцвел И опять мы здесь Доходим До вот этого момента Что вера Во Всевышнего Это вера Это Это как бы Вот этот главный Главный момент Присоединения Ко Всевышнему Это момент веры И я думаю Что внутри веры Находится еще Более важное Такое Внутреннее Содержание Это желание Соединиться Со Всевышним Это стремление Стремление Души Теперь Почему у кого-то Оно есть У кого-то нет У меня нет Ответа на этот вопрос То есть Есть свобода выбора У каждого человека Есть свобода выбора Идти в сторону Всевышнего В другую сторону Но я не знаю Почему есть люди Которые Которые верят в атеизм То есть Нет людей неверующих Каждый человек живет В мире своей веры Каждый человек живет В какой-то модели мира В которой он верит В какие-то правила В какие-то принципы В какие-то основы Которые он не Не как бы Подвергает сомнению Но в принципе Все мысли людей И все правила людей И все модели По которым люди живут Все это Все это Ну такое Очень просто мысли Просто мысли Которые можно Подвергнуть сомнению Потому что Если мы возьмем Любую модель мышления И любую модель убеждений Есть миллиарды людей Которые живут по-другому И думают Прямо противоположным способом Поэтому все Человеческие Модели мышления Зиждятся На вере людей Вера в Бога Это тоже вера И вера в Тору Что Тора с неба Это вера Просто Мне кажется Что это как есть Фальшивые двери А есть двери настоящие И вот Тора Это настоящая дверь Вечность А остальные двери Которые придумали люди Это просто Фальшивочка такая Да То есть Дверца может Она или на стене нарисована Или Или даже если ее открываешь Натыкаешься на стену Все И теперь у нас есть Книга-притчи Царя Соломона Мишлей Значит Пятнадцатая глава Сегодня пятнадцатый день месяца Пятнадцатая глава И В этой пятнадцатой главе Тоже очень есть Много Таких Очень Практических советов Скажем так Вот например Начинается Первый отрывок Пятнадцатой главы Мягкий ответ Успокаивает гнев Гнев который внутри человека Мягкий Мягкий Ответ Мягкий разговор Манерах То есть Когда ты начинаешь Сам мягко говорить Или ты например С человеком общаешься А он в каком-то таком Возбужденном состоянии И ты ему говоришь Мягко Да Вот Рамбан Он советовал своему сыну Со всеми людьми Разговаривать тихо Тихо Спокойно Не поднимать голос Это был совет Рамбана Своему сыну И он говорит Так ты избавишься от гнева Который разъедает Твою плоть То есть Он взял это отсюда Манерах Яшиф Хама То есть Мягкий ответ Он убирает гнев Удавар Ацев Я Алиав Но если ты отвечаешь Громко Жестко И конфликтно То он поднимает Поднимает Уровень гнева И много раз было такое Что Слово за слово И Ну страшные События происходят Когда Один человек Другому Грубо ответил А тот Который грубо Ответил Это Мне рассказывал Один знакомый Что он Как-то вышел В субботу Из синагоги С одним таким Пожилым Пожилым таким Религиозным евреем Это было в Киеве И Тот Одет Как религиозный Белая рубашка Тепочка Борода И вот они идут По улице В субботу И к ним подходят Какие-то хулиганы И что-то начинают Некрасиво разговаривать А они не знали Что вот этот вот Пожилой еврей Который был Так Выглядел Очень благообразно Но он Первую половину Своей жизни Он был Каким-то Страшным Уголовным авторитетом Который Там Просидел Пол жизни В тюрьмах И Ну был такой Очень Очень серьезный Уголовный авторитет И этот мой знакомый Рассказывал Что он им говорит Ребята не надо Ребята не надо Ребята не надо А эти ребята Они напирали И напирали И потом Он вдруг Включил Вот эту свою Старую личность Да Которая была старая И он Как на них Он просто С ними поговорил Вот буквально Там одну-две минуты Этот мой знакомый Сказал Я не смогу повторить Ни одного слова Тем более Я не смогу повторить Интонации Тем более Я не смогу Ну то есть Я Он говорит Я просто У меня кровь застыла В жилах От того Насколько это было страшно Насколько это было Жестко И насколько Они просто Сразу вот так Замерли И ушли Значит Это как раз Но эти ушли А другие могли не уйти Потому что Сила давления Она как бы Пробуждает силу сопротивления Поэтому Лучше идти по Системе Шлома Амеллаха Царя Соломона Мягкий ответ Он убирает Убирает Гнев А жесткий ответ Он поднимает Гнев Мы должны это знать В коммуникации С другими людьми Теперь второй отрывок Язык мудрецов Таитив даат Язык мудрецов Он Улучшает Делает Лучше познание Язык Грешников И дураков Он Он Выражает Он Он как бы Выражает И велит Ну стептицизм Цинизм И так далее Как это работает Вот человек Выходит на улицу Да Смотрит Да Это познание Вот он сейчас Познает Окружающий мир Значит Что такое Язык мудрецов Он Улучшает Познание Мудрец Он посмотрит Скажет Господи Какая красота Вокруг Спасибо Всевышний Что ты создал Для меня Это небо Спасибо Что ты создал Для меня Эти Облака Спасибо Что у меня Из глаза Я могу Видеть Прекрасное Небо Спасибо Тебе Что Такая Красота Вокруг Деревья Все для меня Все для меня Весь этот мир Мой Всевышний Для меня Сделал Такую красоту Язык Мудрецов Он Улучшает Восприятие Он Отмечает И фиксирует В окружающем мире Именно Интерпретирует И описывает Да Вот например Есть шкала Хорошо Очень хорошо Великолепно Есть шкала Нормально Так себе Могло бы быть И лучше То есть Понятное дело Что все Относительно Человек Который Не пил Воду День Он хватает Стакан воды Пьет Говорит Вкуснее Ничего Не слышал Не чувствовал Человек Который Только что Напился И он Взял Эту воду Начинает Уже Нюхать Стакан Рассматривать Ну да Это конечно Не Эвиант Вода Это конечно Такое Себе То есть Все очень Относительно Мудрец Он улучшает Своими словами Своё же восприятие Глупец Грешник Он наоборот Он Все Опускает Принижает Ну то есть Очерняет Это вот второй совет Царя Соломона Первый был Тональность Речи Мягкость А второй был Значит А второй был Как словами Можно украсить Своё же восприятие Ведь В итоге то ты Остаешься Не с картинкой Картинка для всех Одинаковая И мы из картинки Выделяем Какие-то куски Которые потом Себе описываем С которыми потом Остаёмся жить В своём восприятии Поэтому мудрецы Они Эти кусочки Реальности Описывают Всегда улучшают И Это как полупустой Стакан Или полуполный Он наполовину Наполнен водой Но то Как ты его Воспринимаешь Ты или живёшь В полуполных Стаканах Или в полупустых Понятно Теперь значит Дальше у него есть Третье Да Третий отрывок Вообще Это Такой прям Инсайт Беколь Маком В каждом месте Эйней Ашем Глаза Бога Бог здесь Это Юткаевавкей Это Бог-творец Бог-создатель А не всесильный Который Установил законы Которые здесь Работают Здесь используются Как раз Глаза Всевышнего Не Всевышнего А Бога-творца Вот та энергия Творческая Которая Которая сотворила Всё мироздание Цафот Раим-вэ-тувим Они просматривают Плохих и добрых Злых и добрых Плохих и хороших То есть Раим-вэ-тувим Это как бы Тов-э-то добро А Ра-э-то зло Ра-э-э-то злые Но и плохие Тувим-э-то хорошие и добрые Теперь Что это значит Человек Сам человек Он фильтр То есть Его мозг Его интеллект Он фильтр Внутри есть Божественная душа Которая производит Творческую энергию Свет Теперь Когда ты воспринимаешь Если мы сложим Сейчас Вот эти вот Три отрывка В одну Как бы В одну идею Вот человек У него Его интеллект Интеллект Это как Компьютерная программа Как Раньше были негативы Фильм Идёт плёнка И сквозь плёнку Идёт свет Значит Мысли человека Это как Вот эта плёнка Сквозь которую Идёт божественный свет Теперь Бог Внутри Вот эта вот Душа человека Эта творческая энергия Она Она есть И она даёт силу Творить И создавать Но Человек плохой Злой Почему он плохой Злой Его намерения Его мысли Его правила По которым он живёт Это зло Которое он же сам Проецирует На свою жизнь И на жизнь Окружающих людей Добрый Хороший человек Он выбрал добро Он живёт в фильме Добро Значит Надо быть добрым Надо говорить тихо Надо помогать людям Правильно Там улыбаться Правильно Не думать плохие мысли Правильно Благодарить Всевышнего И замечать Вокруг только хорошее Он себе Вот эту вот Систему правил Он себе составил И у него идёт Внутри Его мышление Он же сам Запустил Позитивный фильм Теперь Всевышний Он даёт Просвет Он свет даёт Сквозь позитивный фильм И у человека Идёт жизнь Которая Следствие его фильма У плохого У плохого человека Идёт тот же Божественный свет Но человек Его Как бы Переводит Через свои мысли В какой-то фильм Какой-то ужасный фильм Там С Фильм ужасов Где Ну Где всё плохо Понятно Да Очень-очень интересно Это Царь Соломон Объясняет В 15 главе Есть много ещё Чего хорошего Поэтому вам советую Заказать книгу Сейчас эту книгу Можно заказать Уже и в Днепропетровске Они высылают По всей Украине По всему миру Эту же книгу Можно заказать В В Талдоте Шурун В магазине Талдот в Израиле Они высылают По Израилю По всему миру И эту же книгу Можно заказать Оптом У Якова Шатадина И из типографии В Харькове Её вам вышлют И По России Эту книгу Когда-то издало Издательство Издательство Книжники Если вы живёте Где-то в России То тогда Конечно Вы можете В издательство Книжники У них есть ещё На складе Эта книга Они её Издали Вот Значит Все сайты В Днепропетровске Есть В Ваикра В Телеграме Наш канал И там есть И на сайте Ваикра Должны были внести Сегодня Максимум Завтра Внесут Адрес Интернет-магазина Это интернет-магазин В синагоге В Днепропетровске Они сейчас как раз Заказали себе Много этих книг И они дальше Рассылают И от 20 книг Вы можете Если вы хотите В своём городе В своём городе Чтобы люди К вам приходили Покупали эту книгу От 20 книг Вы можете Связаться С Яковым Шатадиным И прямо С фабрики По оптовой цене В Харькове Вам вышлят От 20 книг И вы сможете Тогда тоже Мы внесём На сайт Ваш магазин Или вас И вы сможете Эти книги В своём городе Хорошим Добрым людям Передавать За деньги И знаете Все деньги От продажи Этой книги Идут На цдаку То есть Все деньги Которые вы тратите Это благотворительность Которая идёт На распространение Торы То есть Вы не просто Книга Это подарок Деньги вы даёте На Бога угодное дело На распространение Торы Всё Всем удачи И успехов Счастливо И чтобы Всевышний В заслугу В заслугу Того Что Мы Тянемся К Всевышнему И изучаем Его волю Чтобы Всевышний Выполнил Наши молитвы Это очень всё понятно Мера Что человек меряет Меряет ему Мы слушаем Советы Всевышнего Потом мы что-то Просим у него Он нам даёт Всё Удачи Успехов Чтобы Всевышний Выполнил Ваши молитвы Продолжение следует... Ну вот.